Вы в погоне за модельными бровями? Каждый раз, листая инстаграм, вы попадаете на эти фотографии и думаете, как же это делается? Вы пришли по адресу, потому что только сегодня, позвонив на номер 55555, вы можете заказать набор модельных бровей прямо к себе домой. Всем привет! Нет, вы попали не в магазин на диване, сегодня будет обычный обзор. Просто действительно, вот эта тема модельных бровей в последнее время очень актуальна. Во-первых, это действительно огромный тренд, а во-вторых, вы всегда меня спрашиваете, как я оформляю брови, как я делаю их такими более пушистыми. И, в общем-то, на создание этого видео меня натолкнули новинки от Revolution, которые мне попались. Это два продукта. Первый из них это Revolution Soap Brows, то есть это мыльные брови. И второй продукт это Revolution Brow Sculpt Kit. Это более классическая штука, то есть это набор для создания бровей. Там воск тонирующий, потом пудра для бровей и хайлайтер. Также здесь есть всякие инструменты в наборе, чипчики, кисточки и так далее. Все, что вам понадобится для оформления бровей. Но звезда сегодняшнего шоу это вот этот вот продукт. Если вы не в курсе, в последний где-то, наверное, год, может быть, даже больше, это прогремело тоже с огромным таким грохотом, что лучшее средство для фиксации бровей это обычное кусковое мыло. И да, это такой лайфхак или такой трюк. Многие визажисты им пользуются. В общем, короче говоря, если вы берете мыло и смоченную вот такую вот кисть, наносите мыло на эту кисть, а потом прочесываете брови, то это самое лучшее средство, которое поднимает их вот так вот столбиком и держит железобетонно на протяжении всего дня. Revolution, конечно же, вдохновились этим трендом и создали специальный косметический именно продукт, который именно декоративная косметика, а не просто бытовая химия. В общем-то, если вам интересно, как это все работает в действии, то, конечно, продолжайте смотреть. Так, я сейчас провожу внутреннюю дискуссию сама с собой, то ли начинать с базы, то ли начинать с мыла. На самом деле можно и так, и так, в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Если начать с мыла, получится более натуральный эффект, потому что вы сначала поставите брови, а потом прорисуете волоски точечно, там, где это нужно. Эта техника получается очень натуральная, можно выдать вот прям вообще как будто так и было. Как будто типа вот так вот я и проснулась. А можно изначально базой сделать насыщенные брови, заполнить их полностью, а потом их еще и поставить дополнительно, и тогда получится более насыщенный эффект, скажем так. В зависимости от того, что вам нравится, что вы хотите, такой технике, соответственно, и стоит придерживаться. Но так как мы с вами сегодня в погоне за модельными бровями, давайте попробуем более натуральный эффект. Поэтому изначально начнем с мыла. Этот продукт называется Revolution Soap Brow. И здесь написано, что удерживает брови на своем месте, но в то же время как бы делает их пушистыми. Выглядит это все, ну, совсем незамысловато. Это какая-то вот такая вот полупрозрачная субстанция. И здесь, кстати, еще в комплекте вот такая вот щеточка. Кому это напомнило вообще советскую тушь, на которую плевали? Ну, так вот потом мазали и красили ресницы. Только у меня такая ассоциация. Ну, мне кажется, очень похоже. Дисклеймер, я плевать сюда не собираюсь, если что. Но перед тем, как мы вообще что-либо будем делать, давайте изначально я прочешу брови. Здесь у меня вообще ничего не нанесено. Это просто, ну, базовое расчесывание, скажем так. Ну, а теперь с помощью вот этого мега приспособления давайте пробовать ставить их столбиком. Но перед этим вот эту штуку нужно намочить. Сейчас я быстро это сделаю и вернусь. Ух, по-моему, эффект вообще колоссальный получается. Посмотрите на вот эту бровь, как она стоит. И посмотрите на естественным образом, как у меня лежат брови. И у меня ощущения сейчас явно такие, как будто, ну, вот приклеили мне брови. То есть такое впечатление, что действительно, знаете, я взяла клей такой в стике и вот поставила брови вот так вот столбиком. Ну, по-моему, уже довольно модельно получается. Однозначно, если вы искали продукт, который может сделать укладку даже самых непослушных бровей, то, мне кажется, вы его уже нашли. Ну, а теперь я возьму второй продукт, который называется Mini Brow Sculpting Palette for On-The-Go Brows. И у меня оттенок Dark Brown. То есть это комплект такой как бы мини, но в нем есть все, что необходимо для бровей, в том числе и разные инструменты. Начиная от просто микроскопических таких вот миленьких щипчиков, я не знаю, может для Эмилии и моей оставить их, типа детские щипчики. Также здесь есть кисточка для нанесения, ну, она, откровенно говоря, такого себе качества. И есть тоже щеточка для прочесывания бровей. Я буду пользоваться своими инструментами, но вот эти щипчики, это, конечно, очень миленько. Вот, и в принципе, в каких-то полевых условиях это может вас выручить. И вообще наборчик этот очень даже симпатичный. Здесь есть все, что нужно. Воск, основной цвет и также хайлайтер под бровь. Я с помощью кисточки сейчас наберу основной цвет и, наверное, начну заполнять брови вот так вот, как я и говорила, точечно. То есть где-то вот штрихами какими-то добавлять для того, чтобы просто создать эффект, типа у меня такие полные брови, а не такие вот, как они на самом деле есть. То есть с просветами, где-то видно кожу. Мне кажется, этот оттеночек чуть-чуть для меня темноват. То есть он больше такой вот для более жгучих брюнеток. Но, тем не менее, я думаю, подойдет. Ну и также возьму этот хайлайтер. Сейчас протестирую под бровь. Светится. Не так, конечно, как мой хайлайтер на скуле. Ну что ж, вот, собственно, и все. Вот несколько манипуляций буквально. И вот с помощью таких вот продуктов вот что у меня получилось. Вы сейчас сами можете наблюдать результат. Если это то, чего вы хотели добиться, то есть вам нравятся вот такие вот прилизанные, поставленные наверх брови, можете рассмотреть вариант вот этого мыла. Тем более у Revolution оно стоит недорого. Всем доступно. Везде продается Revolution сейчас. Поэтому как вариант, почему бы и нет. Ну и перед тем, как мы с вами закончим, конечно же, я вам покажу еще стойкость на протяжении дня. Сейчас вы можете смотреть кадры в конце дня и сравнить их с теми, что я показывала в начале. И сами можете оценить, насколько вас устраивает эта стойкость или не устраивает. В общем-то, смотрите и делайте выводы. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть и другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом выпуске через несколько дней. Продолжение следует...